Для того, чтобы лишить детства своего ребенка, совсем не обязательно быть плохой матерью и не ухаживать за малышом. Достаточно просто сесть в тюрьму и родить его за решеткой. Тогда ему на ближайшие три года гарантированы четыре казенных стены и встреча с мамой по расписанию. В 2013 году в СИЗО 4 родились трое детей, а в настоящее время под следствием находится одна беременная. И недавно из западного региона России сюда прибыла женщина с маленьким ребенком. Шесть дней в Столыпинском вагоне ехала девушка вместе со своим новорожденным сыном, которому сейчас четыре месяца. Малыш с матерью, обвиняемой в краже, помещен в камеру, где в серых казенных стенах развивается, как может, и смотрит на небо сквозь решетку. Ну, конечно, условия. Хотелось бы и дома быть, но за неимением то, что совершили преступление и здесь находимся, условия хорошие. У ребенка есть все? Да, с учетом, что родные еще помогают и администрация помогает. Сколько вы еще посудите? Думаю, сейчас осудимся, и ребенка заберут домой, и я поеду уже. Вместо у нас значения отбывания наказания. Конечно же, малыш выходит вместе с мамой на прогулку. Но долго гулять они не могут, потому что запрещено проносить СИЗО памперсы. Не положено мальчику и отдельные столовые приборы. В единственной женской колонии в Забайкальском крае, которая расположена в городе Невчинске, не имеется условий для содержания женщин с детьми, так как на территории женской колонии не находится дома ребенка. Соответственно, все женщины с детьми из Забайкальского края направляются в Свердловскую область. В колонии для женщин Свердловской области находится детский дом, в котором, вернее, находятся все условия для содержания матерей с детьми. Три года за решеткой, с казенными игрушками и такими же несчастными детьми. Они фактически и сироты при живых родителях. Никакие материальные ценности не стоят того, чтобы маленький человечек с поломанной судьбой провел три главных первых года в своей жизни за решеткой и за родительской глупости. По сечении трех лет, по согласованию осужденной, дети передаются либо их родственникам, либо в органы опеки, ну и, соответственно, направляются в специализированные учреждения. Наверное, для женщин, которые отбывают наказание, лучше было бы сейчас погулять с ребенком по улице, попинать мяч, купить ему много ярких игрушек, разрисовать с ним стены в квартире пальчиковыми красками и коротко говорить всем, что я мать и сделала для своего ребенка все, что в моих силах. Я сделала его счастливым, чем ждать окончания срока, живя минутными встречами с малышом, который ни в чем не виновен.